матч проигравших к сожалению с большим опозданием мы запрыгиваем но да у нас же есть магия мы вынуждены будем смотреть его с англоязычной трансляции к сожалению youtube перестал работать не youtube вернее клинфит я его сейчас пока вынесу на отдельное окно но он ведь совсем прям не грузится поэтому мы переключаемся на англоязычный источник это значит что мы вынуждены будем смотреть практически без звука но потому что там собственно свое англоязычное комментирование это здесь звук сделаю но мне его придется другими средствами прибить чтобы не перебивали меня англоязычные комментаторы что становится проблемой для тех кто понимает их речь ну и собственно смотрим скарлетт против топа давайте проверим чтобы качество было все-таки максимально какие-то проблемы возникли в африке в том числе у нас падал стрим я надеюсь что он сейчас заработал карта eternal empire на сет номер один топ появляется справа вверху скарлетт слева снизу ну и мы сейчас идем с небольшим отставанием от реального времени но естественно потом сможем сократить его на перерыве господи что мы будем лагать даже здесь да классно здорово сегодня работают сервисом то есть возможно африка как с какими-то проблемами отдает ну ладно будем держать кулачки но вообще конечно смотреть не на сурсе это прохладная история но сейчас да с карантинами к сожалению все сервисы перегружены и twitch и youtube периодически лагают с этим ничего нельзя поделать на пользовательской стороне видимо у нас будет не оптимальное качество картинки время от времени ну что ж топ блокирует базу в третью скарлетт на империи это достаточно популярный здесь ход потому что здесь другую третью ставить не вариант поэтому можно посвятить время своего рабочего да он не будет добывать но зато за это время он сможет дать инфу вот о том что точнее не дать инфу а просто не дать поставить хату следовательно скарлетт поставить свою хату намного позже но это прям не мега проблема для зерга естественно хэтчеры все-таки пойдет но пока там скарлетт заказан мув скоро доделается и вот небольшая контратака стартовыми лингами и здесь попытка очень интересная заблокировать приземление факты буквально чуть-чуть не сошлось по таймингам красивая была идея блайк кстати вот отключился пока от нас может вернется в десайдере но вот он довольно часто такие штуки делает но как в принципе игрок который часто собаками контратакуют стартовыми не дать приземлиться факте это очень прикольный мув потому что у тебя может вообще не быть боевых юнитов ну кроме рипера по крайней мере а если ты не дай бог рипера потерял или он вообще в другой половине карты то беда тогда просто беда ладно давайте попробуем что ли еще раз через баншо со стелсом будет играть топ достаточно трендовый сейчас стиль хотя вот как раз от инновейшена мы видели другое но видимо обоснование определенные он читал то есть более линейным с его точки зрения получался стиль зерга то есть если после бункера шизерк выходил все-таки в третью то уже он не мог там пропушить параллельно роучами может быть в этом был стиль может просто решил вот играть в батлов решил но как будто ни было мы видели батлов от инновейшена здесь мы видим баньшей со стелсом и они полетели вперед у скарлетт поставлен роуч ворон на 430 с хвостиком то есть принципе но чуть-чуть может быть позже чем обычно но если бы там был хэлбат пуш что к нему по идее ну кстати говоря роучи наверное к нему бы не успевали если у меня даже скорее ощущение что скарлетт может быть ну как бы предполагает то есть как бы играет против меха предполагает что там наверно мех какие тут тэлса в пользу этого поздние эволюшены но вот сейчас они все-таки пошли и но вот соответственно роуч ворон отсутствие бейлинг эста королевы пока воюют с гелионами ну и баньши здесь убили уже пять дронов неплохой в достаточный результат как-то топ туповато честно говоря гелионов на ковинах отдал но с другой стороны можно сказать что он этих королев там держал но какой в этом смысл баньши-то в стелсе спорка достроилась только сейчас то есть королева в любом случае ничем бы не помогли ну и тем временем доделывается лэйр будет час аверсир тоже можно сказать что лагер немножко такой поздноватый до для большей но пока спорки помогают так что вроде нормально и что опять возвращаемся да господи как задолбали эти проблемы в 2020 сейчас бы картинка не вытягивала но из этого мыла нас все-таки сейчас наверно вернет я надеюсь 1-1 заказано понимает уже скарлет что там именно пехота пробегают собаки окружают риппер внезапно чем рипер не угодил непонятно но он мог бы башню золна к наверно законтролить в этом главное его назначение ну и 11 морпехов в общей сложности а здесь не заработало у нас случайно а здесь у нас может быть спойлер так что не мы туда не будем переключаться я между играми посмотрю когда перерыв потому что там же если и работает то перескочит вперед сильно что не будем так делать пропускать кусок игры три барака у топа заказан апгрейд на щиты выходит скарлетт на базу с богатым газом добавляет 11 бэйнов для того чтобы отбиться в случае каких-то выходов под пушей со стороны террена как раз вот примерно на этом тайминге на 7 40 если помните на найтшейде приходили стандартные вот эти пуши от инновейшена постоянно лагает у меня источник который я сам смотрю я даже не знаю что можно с этим сделать то есть по ходу ну проблему ютуба вчера вы знаете что например очень плохо работал твич у тубас это даже отваливался увы обидно для игр но конечно лучше в этой игре чем там в других в этой группе ну да ладно роучер эвэйджеры линга бэйна вот такой в итоге состав армии нет пока скорости у бэйнов к сожалению и придется этот выход встречать без нее но тут нет танков так что это по идее не особо большая проблема крип хорошо протянут подошло там два танка в итоге но все равно решил не нападать сюда топ он просканил увидел количество рэвэйджеров и понял что выбьют у него танки этими рэвэйджер я кстати не особо понимаю как вообще у меня может лагать интернет если я смотрю youtube не в прямом эфире то есть я же отмотал назад как он может лагать а ну просто если сервер в целом не имеет пропускной способности наверное в таком случае это возможно странная ситуация в общем сейчас попробую еще что-то придумать на своей стороне у себя на стороне как говорится что-то Вроде пока пошла картинка, не знаю насколько стабильно В общем, остается надеяться, что к Десайдеру пофиксится Ну или хотя бы ко второй карте Маленькая армия зашла тут на крип, буквально выбила пару туморов Там параллельно топ нападает, но Скарлетт здесь тоже с крипа есть вижен Поэтому она сможет проконтролить эту позицию Пошел скан, да, ну, крип он выбьет, но здесь собаки есть У них уже грейды сейчас будут 2-2, тут полетели Корозивбайла Они не попали, правда, ни в кого Но в левой части карты тоже приходится топу эвакуироваться Баньша теряется на королевах Очень сильно не успевает здесь Теран, к сожалению Хайв доделывается тем временем у Скарлетт То есть там прям хайв под 3-3 очень четко у нее идет И, соответственно, Теран как раз опаздывает сильно У него только вторые апгрейды Он, правда, перелетает на четвертую базу Он будет, видимо, копить, просто стараться 200 лимита Здесь уже недалеко, собственно, у него 170 То есть надо ему занимать, получается, оборонительную позицию И, следовательно Реведжерам, которые не очень атакующий юнит Да, они танки скорее кайтят хорошо Ну, хотя, конечно, если есть собаки, которые могут принять урон То Реведжеры могут и атаковать Конкретно на ту позицию не суперудобно нападать Ну, Скарлетт, видимо, будет просто зажирать карту в это время Третьи игры иды пошли Адреналин не забыт, Ультралис Кеверн Все, 200 лимита на 200 Там, наверное, Гостакадемию надо добавлять топу Страпорты Он пока добавляет 3 барака У него 5, что ли, было всего Интересно, сколько он их сейчас будет делать Ну, может, покажет нам мельком табличку зданий Ну, здесь, конечно, перекрыта стенка Скарлетт пробивает ее корзивбайлами Готовит себе площадку для возможной контратаки Попытается топ развести на натурале дропом Можно спорку выбить, кстати Но, да, наверное, не будет тратить на это время Появляются уже вайперы Которые могут давать паразитические бомбы в медиваке Других средств, ну, кроме, конечно, реведжеров Если вдруг они по медивакам корзивбайлами попадут Здесь нет Вообще против воздуха Но деваться некуда В принципе, паразитические бомбы тоже хорошо работают Особенно, когда Террен не успевает идеально контролить Пошел Нидус на всякий случай Видимо, как просто опция контратаки Вот она, первая паразитическая бомба Этот прием очень активно использовал Сэрл Против инновейшена в финале State at Home Сторикапа Очень много кидал этих бомб по медивакам Ну и топ сканит Видит хайв, видит ультралис, кэверн Мгновенно добавляется Гостакадемия Добавляется фьюжн, корстер порты В этом плане Ну, это несложное решение, скажем так И топ принимает его верно Хитиновый панцирь доделывается Ну и там сейчас будут уже 3-3 у Террена Будут апгрейды на мины Тоже довольно важный компонент Правда, я не знаю, сколько мин сейчас на карте есть Одна Теперь знаю, табличку юнитов показали Скарлетт пролетает, дает Нидус на мейн Фишка в том, что сейчас никто не может добавить юнитов Да, потому что supply block Ну, в плане 200 лимита У Скарлетт там, кстати, всего-то 70 рабов То есть боевой лимит очень мощный Ну и вот часть этого лимита Она просто разменяет вот таким образом Топ чуть ли не всех морпехов сорвал Скарлетт мгновенно дает Блайден Клауду Нападает на эту позицию Ну и, честно говоря, очень похоже на то, что это просто конечное Причем интересно, что слоны в итоге высадились на мейн И сюда напала Скарлетт почти без слонов Но в любом случае позиции Террена просто разорваны Было 200 на 200, теперь 200 на 120 Конечно, не стоит обманываться, потому что из этих 207 это слоны в заказе То есть, конечно, зерк понес потери тоже Но в любом случае до заказ есть до заказ А весь заказ Террена пока что погибал на том, что вышло из Нидуса Но там, наверное, слона разберут И, кстати говоря, собаки все-таки... Да, не разберут пока Там собаки все-таки сольются на Планетарке Но подойдут ультралиски Кстати, Планетарку можно тоже накрывать Блайден Клаудом Но конкретно против слонов и собак это, конечно, не работает Потому что Блайден Клауд снижает урон до единички И против милишных юнитов Планетарка по-прежнему будет стрелять Даже против слона, который, казалось бы, атакует с такого большого расстояния Но на самом деле для Скарлетт это была дорогая атака Но просто учитывая, что у нее вся... Своя половина карты и еще чуть-чуть нейтральных баз Она может себе позволить вот так вот задавливать оппонента мясом И, собственно, будет это делать То есть тут Террен, скорее всего, никуда не выползет Нидус все еще стоит Да? То есть Нидус так и не выбили В итоге там собаки выбежали наверх Но Джи-Джи пишет топ Окей, давайте быстренько проверим Не заработает ли все-таки Клинфит Вроде бы там тоже можно его отматывать назад Не так сильно его можно отматывать Так что придется нам остаться Может быть мы на ЗВЗ сможем перепрыгнуть туда Он заработал, но там уже идет вторая игра получается Поэтому... А зато здесь мы можем использовать Преимущество нахождения на записи И перемотать на начало второй игры Чтобы не смотреть перерыв Карта Эвердрим на второй сет матча проигравших Скарлетт ведет со счетом 1-0 Победитель встречается с Роугом Я думаю, что никто не будет смотреть этот матч раньше, чем матч Роуг Инновейшн Так что тут спойлер сейв, так сказать Ну и топ появляется в левом нижнем углу Начинал игровой день в маске Но, видимо, как раз пока проходил этот игровой день Эпидемия закончилась Так что можно маску теперь снять Топ, ну в целом, такую специфическую немножко имеет внешность Мне кажется, он лучше всего подходит для вот этой вот графики Которую сделали в этом году на GSL Когда все такие в милитаристских костюмах Потому что прям почти что типичный, знаете, такой азиатский военный из американских фильмов Где обычно азиатские военные — это плохие парни Или он мог бы быть каким-нибудь таким суровым, поджаром, невысоким американским полковником Слегка азиатского происхождения В общем, идет ему этот фотошоп головы на военную форму Приезжает рабочий Здесь на Everdream в принципе тоже неплохо работает блок третий Можно поставить третью внизу под мейном Это не так удобно для зерга Но терпимо Не знаю, будет ли Скарлетт это делать Приезжает, видит она, что тут рабочий Ну и в итоге теряет дрона Это прям я вот флешбеки ловлю с рубрики Каби в Мастер Лигу У меня таких много ситуаций с адептами, с рипперами С чем угодно, но зато все собачки живы Появляется королева Что там мув? Здесь пока факта в этом плане Сюрпризов особо нет Дрон что-то такое делает Королеву подталкивает, да? Говорит, лучше иди Медленно идешь Давай, давай, родная Сейчас доберемся еще чуть-чуть Королева передумала Скорее всего, это походке и инъекции Скарлетт сначала Случайно отправила ее назад Не добавилась новая королева вовремя Поэтому Такой вот коротенький затык Но пока живет дрон Все-таки поставит хату На 3.20 Но чуть-чуть поздновато Но не особо критично Дальше Кстати, очень ранний Роуч Воррен Так-то И очень похоже на то Что от Скарлетт будет Ну, алл-инь, не алл-инь Но, по крайней мере Очень мощный выход Именно роучами На Эвердрим Мне так кажется Наигралась она в макро Похоже Ну, а пока здесь просто Такое вот Забегание собаками Топ успевает В последний момент Поднять саплай Ну, сейчас посмотрим Вообще-то Скарлетт дронов заказывает Но у нее пока просто Еще маловато Собственно, дронов Второго газа нет Ну, не знаю Это что, просто Такой ранний Роуч Воррен отбиваться От гелионов Да, там нет третьего ЦС То есть их будет довольно много Но Это как-то уж очень сейфово Не знаю Четыре роуча в заказе Но, опять же А, стоп Есть второй газ на натурале Ура-али Вон оно что, Михалыч Я понял Нет, я все-таки за подпуш Я думаю, что будет подпуш Шесть роучей Но фишка в том, что это плохая новость Потому что там-то байнша со стелсом Скарлетт, естественно, заворачивает на весь газ ревенджеров Как работает роуч ревенджеров и пуш Я думаю, все себе достаточно четко представляют Заказываешь Добываешь с двух газов максимум газа Заказываешь роучей там штук девять обычно Сколько можешь, заворачиваешь ревенджеров И дальше просто дотекание собаками Здесь собаки пригодились в итоге в обороне Чтобы отбиться от проезда гелионами Но там параллельно на третий еще и байнша со стелсом Но это значит, что той баньши нет дома Поэтому дома у топа проблемы Третий цц он не достроил Приходят роучи ревенджеры Конечно, террен забирает сивишек наверх Решил он, что не успевает уехать всеми Поэтому несколько штук продал Чтобы остальные успели подняться и закрыть за собой дверь Но, к сожалению, делать команду hold the door было некому Поэтому, естественно, все-таки сапплай пробит Но здесь роучи ревенджеры погибнут Вопрос, сколько они заберут с собой сиви Пока они забирают 29 И явно доберут еще немного И красноречивая 41 на 14 остается Такая вот история про отбитые роучи ревенджеры и пуши То есть, да, нередко действительно их отбивают баньши Но сколько за это время роучи ревенджеры успеют убить Потому что они живут долго Третий ЦЦ убит был тоже, а не отменен Так вот топ не сориентировался, не самый крутой кризис-менеджмент показал Ну а здесь уже есть спорки и даже на третий Будет пытаться топ контратаковать баньшами-гелеонами В надежде, что удастся добиться каких-то потрясающих результатов Если бы гелеонов было побольше Ой, Скарлетт как дернула дронов-то на них Слушайте, ну, возможно, это те самые результаты Уже минус 12 Баньши живут Они находят тут угол, даже под которым можно хату потыкать Но там вряд ли хату получится пробить, конечно Контратака лингами вроде нормально принимается Главное гелеонов продолжит строить Может реально пул забрать Но пока что просто топа такой Королев, есть трансфьюз Минус одна квина Минус опухоль Игра-то вообще, может, и не закончена пока Но с другой стороны, конечно, там реально нет рабов Просто поставлен уже шпиль Нападать здесь очень тяжело наверх В любом случае, потому что морпехи и гелеоны Очень эффективно размениваются Но Скарлетт, наверное, может себе позволить неэффективные размены Баньши полетели домой Видимо, хочет их топ вычинить Но это, конечно, очень долго, не знаю Мне кажется, три баньши могли убить пул Хотя, что бы это дало, конечно, такого прям Ладно Прилетают домой баньши Тут одну топ достроил Две выжили Я так понял, что он одну все-таки отдал Минка, это интересно Здесь зерк вряд ли будет сейчас Много времени и внимания уделять таким контратакам Скорее бы делать их по мини-карте А-ля побегу собаками Минки могут очень здорово раскрыться и против муты в том числе Увидел ли топ шпиль, это спорный вопрос Но он мог предположить шпиль Потому что он видел ранний лейр сравнительно И, ну, а чем еще тебе ответят на трех баньшей? Это довольно разумно Как мне кажется Я не уверен, что то, что сейчас делает топ, имеет смысл В плане он тратит скан Имея 32 раба на 60 На то, чтобы убить два криптумора В Гондурасе Ну, то есть где-то в рандомном месте Которое ты даже не знаешь, где находится И зачем? Тебе реально нужен весь приток ресурсов Который ты можешь себе позволить Но топ решил потратить на две опухоли Другой вопрос, что, конечно, баньши не дадут новым королевам выйти То есть в этом резон свой есть Две инженерки Тут есть третья орбитальная станция Она предельно халявная И это именно то, что надо Потому что играть надежно ты себе никак не можешь позволить Играя из такого огромного отставания Ну вот топ даже переходит в контратаку со своими минами Надеется поймать Скарлетт на чудовищной халяве Которая там в принципе-то была Но здесь все-таки довольно много лингов настроено И вот это хорошо Параллельно залетают баньши Но там спорка, конечно Вряд ли ее удастся выбить под королевой Все-таки баньши и три, а не четыре или пять Да, ну и тут надо разлетаться Но без скорости баньши слишком медленные Похоже, что их время закончено Повесил тут топ на шифте одну Чтобы она добила еще несколько рабов Пока другая выигрывает время Хороший мув, четыре дрона убито 44 на 60, ну что, возможно? По идее, нет Но топ будет попытаться, так сказать Какой-то думдроп на мейн попробовать Собаки очень далеко Что ты сделаешь, когда они все прибегут к тебе на третью Это отдельный вопрос Но там тебе остается рассчитывать на волшебство минок, я думаю Ну то есть, как всегда, когда ты в огромном отставании Ты делаешь что-то и дальше молишься Что твои минки взорвутся хорошо Геймплей современных терренов вообще немало от этого зависит Я думаю, что даже лучшие из лучших в большинстве случаев не успевают проконтролить В кого там будут стрелять минки Переключать цели и так далее Слишком много более приоритетных микрозадач Таких как Валить от бейнов нафиг быстрее Скрип, а пацаны бежим Так что не до минок Хотя в идеале, конечно, может быть вырастут террены, которые будут успевать это делать Что даже успеет? Нет, не успеет, не успеет Топ отменить базу Очень слоу-почная микро Да, и здесь в итоге поднимается даже орбиталка Видимо было забегание собак Ну вот он, дроп на мейн Ну технически это почти даже дум-дроп Потому что это почти все войска, которые есть у топа Но, к сожалению, это говорит только о том, что войск у него мало Да, будет, конечно, прикольно, если террин такую игру выиграет Но я думаю, что, наверное, это практически невозможно, мне кажется В таких случаях Алекс обычно начинает рассуждать о том Можно ли уже его сажать за клавиатуру Я думаю, что его вот в этом случае уже точно можно Но вот меня, наверное, все-таки пока не стоит Потому что террены есть террены Они могут раскачать, расшатать, раздропать, разминировать Но вот Алекса, наверное, уже на зерга сажать можно Ну посмотрим На зерге у нас Скарлетт 99 у нее лингов, 75 рвов, 45 бейнов Прям вот Димага в Вингзу в Либерти любил 40 бейнов заказывать Убивается ЦЦ Ну, конечно, Джи-Джи Конечно, Джи-Джи Что тут говорить Выигран матч проигравших Топ улыбается Давненько он не играл на GSL Давненько его не выбивали бледнолицей Но мир поменялся с 2011-го, дорогой друг Хотя, впрочем, в 2011-м тот же самый Димага В Корее неплохо играл на GSL против мира И местные игроки тоже должны были Пришлось им выяснить, кто же это, черт побери, такой Ну что ж, мы с вами отправляемся в Десайдер Я сейчас проверю, сможем ли мы перепрыгнуть обратно на источник без англоязычных комментариев Вероятно, мы пропустим часть перерыва И будем смотреть ЗВЗ между Скарлеттом и Роугом за выход из этой группы Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...